Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмили, и сегодня я снимаю для вас влог. Сегодня у нас необычный день, а 8 марта международный женский день, и мне честно от души хочется поздравить всех вас с этим прекрасным праздником, поздравить ваших мам, сестер, может быть, но все-таки аналитика говорит о том, что большинство зрительниц моих это все-таки девушки, 90%. Не знаю, почему так повелось, но все-таки так. Я желаю вам прежде всего здоровья, семейного благополучия, исполнения самых сокроветных ваших мечт. Что касается сегодняшнего дня, если честно, сегодня день будет не такой уж насыщенный. Мне иногда даже в комментариях девчонки пишут, что Айка, придумывай что-то, составляй какой-то план дня, чтобы влог получился максимально интересным. В принципе, я с вами согласна. Но когда это все запланировано по сценарию, мне кажется, это как-то неестественно и не очень искренне. Поэтому пусть даже влог будет не настолько интересный и насыщенный, но он будет естественный. Вот я сегодня вот встала, накрасилась. Сейчас я буду снимать видео, что-то монтировать. Все это я буду показывать вам. Вот кому интересно, моя обычная жизнь, пусть ей смотрят. То есть как-то так. Что касается подарков, я долго думала, что можно подарить маме. Потом я поняла, что лучший подарок, это подарок, который она выберет сама. Поэтому мы с ней вместе пойдем и выберем ей сковородку, там, не знаю, посуду. Вот то, что она любит. Она на самом деле вообще не любит косметику, не любит какие-то, знаете, бижутерии и все такое. Она человек, который прям живет в своем хобби, а ее хобби это готовить. Вот, поэтому мы с ней вместе пойдем. И еще я для мукбанков хочу купить себе большой бокал. Как вы знаете, я очень давно хочу тебе большой бокал. Никак не могу нигде его найти. В принципе, я нашла магазин, где есть этот большой бокал. Просто нужно туда пойти и выбрать, какой именно я хочу. Это все засниму для вас. И еще. Подарок, который мне подарил мой папочка. Папочка решил, что лучше всего, если я сама выберу подарок. И он мне подарил деньгами, а я заказала парфюм от Carolina Herrera Good Girl. На самом деле, очень много подделок этого аромата. Я, если честно, даже не слушала этот аромат. Просто заказала на бум. Мне очень нравится упаковка. Она настолько красивая. Я думаю, что она прекрасно дополнит мою полку с парфюмами. Я решила покупать не здесь, потому что последний аромат, который я купила, Toes, он оказался... Я не знаю, точно это подделка или нет. Не хочу ни на кого наговаривать. Но, если честно, он вообще не держится. И я поэтому решила заказать с официального сайта. Я буду со стопроцентной уверенностью уверена, что это оригинал. Поэтому я заказала. Там было три версии. Я взяла классическую. Ну, в общем, обязательно в своем инстаграме вам покажу. А что касается моего парня, он мне купил косметику, которую привезет, когда приедет. Но если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже давно в курсе. Вот что хотела вам самое главное показать. Это стол. Новенький совсем. Посмотрите, какой красивый орнамент. Мне вообще очень нравится мебель. Вот серого цвета. Стол куплен именно для мукбанков. Он достаточно-таки большой. И вы будете теперь видеть где-то вот такую вот картинку. Сегодня обязательно пойдем за новыми приборами, за тарелками. Хочу купить дорогие, хорошие, чтобы прямо на меня приятно было смотреть. Хочу как-то развиваться. Быть может, вообще никто не оцените. Потому что, когда я делала черный задний план, я вроде на это потратила денег. Но потом никто это не оценил. И пришлось это ликвидировать. Вот такой вот, с такими белыми вставками. Очень такой качественно, добротно сделанный. Приятный такой на ощупь. Я думаю, что так будет более профессионально и более интересно. Выделить просто комнату для съемок моих мукбанков. Я, короче, здесь уже сижу и монтирую видео. Организовала себе вот такой вот кабинет, так скажем. Немножко, кстати, неудобно, потому что свет из окна отсвечивает. Но если сделать вот так вот, то нормально, все видно. Монтирую для вас это старое видео. Очень давно оно снято. И мне реально оно вообще не нравится. Я хотела удалить. Но просто сегодня нет материала, чтобы выложить. Пришлось выкладывать это. И также здесь у меня йогурт нежный. Очень-очень вкусный. Как раз его кушаю и монтирую для вас видео. Все, наверное, надо будет еще мукбанк снять все йогурты компании нежные. Потому что они недорогие и при этом очень вкусные. Вот так вот. А я закончила, наконец-то, монтаж. И, если честно, видео получилось, ну, не очень. Потому что оно у меня есть достаточно давно. И я его никак не выкладываю. Потому что мне оно вообще не нравится. Вообще, по такому принципу, у меня есть три видео, которые сняты. И, ну, не нравится мне. Поэтому не могу выкладывать. Сегодня почему я решила выкладывать это видео? Потому что другого материала у меня нет. Сейчас я заказала роллы вместе, где до этого я не заказывала. Вернее, этот сет там я никогда не заказывала. Думаю, что будет интересно. Сет небольшой. Но пока я его сниму, пока я его смонтирую, это все время. Поэтому пока что закину этот сладкий мукбанк. Ничего, в понедельник будет классное видео про роллы. Думаю, что вам будет интересно. И сейчас смотрю на себя видео. И такое ощущение, что у меня кончики серые. Так смотрю, смотрится очень даже ничего. Можно, кстати, такой омбрей сделать и ходить с такими серыми кончиками. Вот. Что еще вам хотела сказать? Я договорилась с своей подругой Шелли, что она сегодня идет на курсы. И после курсов мы с ней увидимся. Нужно что-то купить к мукбанку. То есть я хочу купить красивую посуду. Дорогую, хорошую. Пусть это будет стоить недешево. Но я хочу как-то вкладываться в свой контент. Чтобы как-то приятно было на меня смотреть. Какие-то эстетически красивые приборы. Красивый большой бокал. Обязательно возьму вас с собой. Но я думаю, что в магазине, где я собираюсь это все покупать, он такой достаточно-таки дорогой, хороший магазин. Но там снимать не разрешают. Если честно, меня жутко это раздражает. Почему нельзя снимать в магазине, в котором я, например, что-то покупаю? Наоборот, для вас хорошо реклама. Я во влоге покажу. Может быть, кому-то что-то понравится. Правильно. Например, я в Браво хожу, что-то снимаю. Кому-то что-то нравится. Идут и покупают оттуда. Реально. Вот просто люди немножко странные в этом плане. Поэтому я, наверное, снимать буду в других магазинах. Вот в более таких простых. В общем, вы все увидите. А пока что я жду, чтобы видео загрузилось. Так, я пошла забрала роллы. Посмотрим, что здесь. О, посады имбирь много. Сколько палочек. О, люблю, когда много. Люблю. Небольшой сет. Никогда не заказывала. Сейчас мы посмотрим, насколько он вкусный и красивый. Это, значит, запеченные. А здесь, значит, Филадельфия, Калифорния. Вот эти я сушеные рыбы вообще не люблю. Я просто, если честно, не уточнила, что входит в этот сет. Но немножечко, если честно, не мое. Но ничего, съем. Я взяла вот такую вот тарелочку. Должно получиться очень красиво. Я собираюсь немножко по-другому разместить, нежели обычно. Это вот скрабуем палочками. Пахнет очень аппетитно. Вот так вот. Дальше у нас вот эти вот. Это сет на одного человека. Вот беда, когда ты не знаешь название роллов, и тебе говорят, тебе положат вот эти, эти и еще другие, а ты без понятия какие-то, и ты говоришь, давайте. А потом получается вот так вот. Вот думаю, какие брюки надеть. Вот эти вот, либо вот эти, или вот эти. Мне они очень нравятся. Я вам в инстаграме показывала. Очень классно сидят на мне. Вообще брюк много, но хороших очень мало. Я посчитала один раз, и у меня получилось, что у меня 27 пар джинсовых брюк. Кстати, это все нужно разобрать, и все, что я не ношу, отдать кому-то, кто будет это носить. Ну все, я со скоростью света направляюсь к Шелли. Не знаю, почему, вот сегодняшний влог мне настолько сложно дается. То есть каждый дубль я снимаю по 4 раза, что-то у меня язык заплетается, еще что-то. В общем, Шелли мне сказала, что она сейчас ходит на курсы, и она выйдет с курсов 5, и я думала, что мы увидимся где-то в 6. Оказывается, курсы находятся очень близко к моему дому, я даже не знала, и поэтому уже, она уже вышла, и почти около моего дома. Поэтому со скоростью света я выхожу из дома, и вижусь в Шелли. Идем с ней по магазинам, еще маме на 8 марта, нужно что-то купить, я себе ничего не выберу, просто подарю ей деньги. Вот такая вот крутая штука есть, коротенькая. Эта сумочка тоже мне нравится. У нас вот такие ушки. Какие я хочу, уже нету, их раскупили. Только что встретила Айсель, девочку мою подписчицу, и посовместительствующую подружку. Я ей говорю, что я не хочу каждый раз тебя дергать из-за видео. Она говорит, нет проблем никаких, давай вместе снимать, когда хочешь, я готова. Из-за коронавируса закрыли школы, поэтому давай снимать. Я смотрю, что уже это видео набрало около 200 тысяч, и я думаю, почему нет, если всем так интересно. Просто сейчас у меня дома папа, и я думаю, что это будет не очень удобно. Вот, ну, в ближайшее время нужно обязательно с Айсель снять видео еще одно. По-моему, что она понравилась. Мы прям еле нашли место, на самом деле. Нигде невозможно найти место. Еще здесь мы сидим просто в уголе, все друг над дружкой. Я бы вам это показала. Когда я поднялась на второй этаж, я просто начала смеяться от того, что как тесно все сидят, все прям, в общем, близко друг к другу. Вот, ну, хотя бы хоть какое-то место. Ну, в принципе, без разницы, мы просто такой день выбрали. А когда у Шелли выходной, то в воскресенье получилось, что попалась на восьмое марта. Маниманин. Короче, в Пактаде, честно, очень странная ситуация. Ты говоришь, дайте мне капучино. Они говорят, его нету. Ты говоришь, дайте латте. Его тоже, к сожалению, нету. Тогда дайте мне, пожалуйста, американо. Просто кофе. Кофе с молоком. Они говорят, его тоже нету. И потом Шелли сказала, ну, тогда мне просто ДНР в лаваше. И он такой уходит. Приходит и говорит, лаваша нету. Да, ужас. Я не знаю, зачем в меню столько всего, если ничего нету. И места тоже нету, реально. Наверное, потому что много народу уже все посоканчивалось. А мы идем в Макдональдс. Что бы я делала без моего пупсика? Она отвоевала нам место. Она купила нам еду. Прям охотник. И подруга. Пока я монтировала вам. Я уже все домонтировала до этого момента. Уже получилось 10 минут. Но я хочу этот влог сделать более длинным. Как сказать, тебя не напрягает то, что я постоянно снимаю. Я обожаю Шелли за такие моменты, что она умеет отвоевывать. Святое место для девочек. Как можно сюда не зайти, в Усси? Все. Я уже поднимаюсь наверх. Домой немножко устала. Маме купила кошелек. Себе тоже купила кошелек. Еще купила себе очень красивое нижнее белье. Не знаю, стоит ли показывать это в видео. Мне кажется, нижнее белье это что-то личное. Но она настолько красивая. Настолько, знаете, изысканная. Поэтому хочется иногда даже показать. Вот как вы думаете, насколько это правильно? Купила маме вот такой вот кошелек. Это кошелек-клатч. Так как мама обычно с собой сумку не носит. Не смотрите на мой ужасный маникюрчик. Сейчас я буду переделывать. Настолько нежный материал. Такой приятный на ощупь. И внутри посмотрите, как все аккуратно сделано. Внутри несколько таких отделений. И еще есть вот такое большое отделение. Ребята, вы будете в шоке, почем я купила этот кошелек. Вы меня просто засмеете. И все напишите, где ты его купила. В общем, эта штука стоит всего 4 моната. Надеюсь, что мама не будет смотреть этот влог. Я считаю, что вообще кошельки не принято дарить пустыми. Поэтому положу сюда 50 монат и подарю мамочке. И также за 4 моната я купила себе такой кошелек. Мне все-таки нравится, когда кошелек маленький, вместительный. Так как я обычно с собой беру очень маленькие сумки. А мама вообще не носит сумку. Она просто берет свой телефон и идет по делам. Поэтому себе взяла такой. Тоже за 4 моната была. Акция была просто в шоке. Были разные цвета. Но знаете, темный кошелек не смотрелся настолько красиво, как вот этот. Он супер нежный. Еще я маме купила нижнее белье. Все это сейчас упакую и подарю мамочке. Я уже подарила мамочке подарок. Она просто в восторге. В начале видео я говорю о том, что я хочу вместе с ней пойти и купить ей подарок на 8 марта. Но просто так получилось, что у нее сегодня были дела и она сходить со мной не смогла. Я подумала, что время идет. И мне, если честно, не очень нравится, когда подарки дарят после праздников. Я считаю, что подарок нужно дарить в тот день, когда как раз таки и праздник. Поэтому я решила купить этот кошелек без нее. Это не совсем кошелек. Это клатч и кошелек. К сожалению, видео не передает тактильных ощущений. На самом деле, очень приятно его трогать. Очень красивый, нежный. Маме очень понравился. Еще там нижнее белье и все такое. И свое нижнее белье тоже я, кстати, показывать не стала. Некоторые блогеры там вверх без галтера и все такое показывают. Как вы вообще думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли показывать нижнее белье. Так как аналитикам моего канала говорят о том, что 95% кто меня смотрит, это девочки. Поэтому, в принципе, я не вижу здесь ничего такого. Можно показать, я думаю. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Этично ли это или... Ну, как вы думаете? В общем, мне важно ваше мнение. И еще я вам покажу мой заказ, который привез мой папа с Beauty Home. И давайте по-быстрому покажу вам свой заказ с сайта Beauty Home. Его привез мне папа, так как Beauty Home не доставляет в Азербайджан. Приходится пользоваться вот такими вот посредниками. Итак, больше всего я ждала вот эту вот палетку от Essence, хайлайтеров. Я обожаю хайлайтеры. Она называется Go for the Glow. Вот. Вот такая вот красивая. Очень понравился дизайн. Знаете, так добротно сделан. А хайлайтеры какие просто космос. У меня таких, кстати, нету. Особенно этот голубой. Он нереально переливается. И тут я уже ногтем задела. Очень быстро буду показывать, потому что, девчонкам, многим не нравятся косметические какие-то видео. Вот это вот, кстати, румяшки. Купила я два одинаковых оттенка, потому что один на подарок подарю своей знакомой. В общем, и это вот оттенок. Очень красивый цвет. Покажу вам сейчас. Это так трудно открывать. Правда, если честно, вот видео немножко искажают картинку. На самом деле цвет более теплый. Здесь кажется, какой-то он желтый. На самом деле это не так. У меня, кстати, есть еще одни румяшки от Sleek. Они вот такие вот. Правда, на видео кажется, что они одинаковые. На самом деле это не так. Эти, наоборот, более красные. Не знаю, почему камера так искажает изображение, но не суть. Я думаю, что вы мне верите. Дальше здесь, что здесь делает эта тушь? Это моя. Значит, тушь от Essence 1, тушь от Essence 2. Далее здесь еще вот такой вот гель для бровей. Я его уже пробовала. Мне он очень нравится. Здесь как-то в Азербайджане он дороже стоит, чем на Beauty Home. Супер цена на Beauty Home. Обязательно заглядывайте, заказывайте себе тоже что-то. Дальше. Здесь вот такая вот помада от Sleek. Очень красивый оттенок. Давайте даже открою вам, покажу. Вот. У меня таких оттенков нету. Очень классно переливается. Вообще помада Sleek это просто обалденное качество. Еще, по-моему, что-то там на скидке был, поэтому я его и взяла. Дальше. Давайте пройдемся по карандашам. Здесь карандаш от Essence. Он очень такой мягенький. Два одинаковых карандаша, опять же, от Essence. Один на подарок, другой себе. Дальше здесь гель для бровей. Опять же заказывал на подарок. Здесь у нас маски. Быстренько-быстренько прохожу. Вот так вот. Это от Misha. И это Bio Aqua. Три такие маски. Буду пользоваться с удовольствием, так скажем. И последнее, что здесь есть, мне прислали вот такой вот пробник. Очень, знаете, часто используемый оттенок теней. Но дареному коню в зубы не смотрят. И здесь накладная. Чего сколько я заказала. И вы все. Сейчас я пойду делать ногти и буду смотреть какой-то мукбанг. Обожаю, когда на заднем плане кто-то там болтает. Я делаю какие-то свои дела. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Мне безумно приятно. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всем желаю удачного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok